Ребята, всем добрый день. Я Вил Джей. Сегодня мы рассмотрим новое событие, которое к нам подъехал. Это рейд на ледяной тайник. Очень красивый дизайн у бойцов. Так выглядит наш рейд. Посмотрим на награды. Это новый транспорт. Транспорт чуть позже посмотрим. Посмотрим на ножи. Я уже до этого посмотрел некоторые вещи из данного события. Вещи интересные, которые можно использовать. Неплохие ножи, которые при шансах 60% каждая атака бойца может разорвать броню противника. При разрыве боец получает 100 тысяч чистого урона. Его физическая защита снижается на 25% на 5 секунд. Также боец-победительница получает 150 тысяч физического урона в течение 5 секунд. Неплохой нож, но у нас у всех, кто пользуется ликвидатором, стоит в большей части братья Кунаи. Лично мое мнение, пока им альтернативу хорошую, отличную, я бы сказал, не подвезли. Но, опять же, данные ножи для того игрока, у кого нету, это прекрасные ножи будут в замену братьям Кунаи гранатам. Раз в некоторое время боец обучает химика противника с наименьшим максимальным здоровьем, у него уменьшается максимальное здоровье на 50% знания химии на 30% урона, 30% на 3 секунды. Также он получает 75 тысяч физического урона. Граната слабая. Дебаф, конечно, интересный, но, опять же, это не альтернатива паровой гранате на данный момент, поэтому в отряд ее не добавишь. На склад. Винтовка. С шансом 40% выстрел бойца электризует цель. Каждый раз, когда на электризованный боец будет использовать способности, он будет оглушаться на 1 секунду, длительность 2 секунды. Опять же, это не альтернатива хакерке, не пулемету, поэтому тоже надо отправлять на склад. Броня мэр города под снегом. Очень интересное наименование. Раз в некоторое время химическая защита бойца увеличивается на 45% на 6 секунд. С 20% шансов при получении урона боец может обучить нанесшего этот урон противника на 4 секунды. У него уменьшается максимальное здоровье на 15% знаний химии и урон. На противника нельзя на элоджить больше одного такого эффекта. Ну, не очень. Для танка выживаемость у него не такая огромная выживаемость, которая добавляется. Хотя, если поставить шлем, наверное, будет с химической защитой добавиться еще физическое. Опять же, надо просмотреть, что добавится. Лучше, если будут сниматься негативные эффекты самого бойца, конечно, если будет. Но броня с первого взгляда проходная. Костюм, замерзший глашатой, для химика. Раз в некоторое время боец получает щит, который блокирует 35% бонуса от знания химии и физического урона в течение 10 секунд. Также время перезарядки способности оружия костюма снижается на 2 секунды во время действия щита. Да, интересно щит. Щиты всегда интересны, но, опять же, много дебафов, которые снимают положительные эффекты. Опять же, но, к сожалению, я, опять же, тоже не вижу данную броню в своем отряде на данный момент. По крайней мере, на 11-м командном центре я бы ее не использовал на данный момент. Хотя, если мы поставим противогаз, интересно, какую функцию он добавит. Может быть, там с физическим уроном еще и добавится химический тоже, который будет блокировать. Экипировка ледяной скаут. Экипировка для стрелка и также для ближников, типа охотника. Каждая четвертая атака бойца наносит 12% чистого урона от максимального здоровья и цели атаки. И восстанавливает бойцу здоровья в объеме равном нанесенному урону. Броня непроходная. Броню можно использовать для охотника, опять же. В том случае, если у вас будет точка без реанимации, то реген здоровья всегда полезен в этом случае. К тому же, он наносит 12% от чистого урона от максимального здоровья. Надо смотреть в красном, сколько там процентов будет. Думаю, даже до 15% будет точно. И очень даже хорошие проценты показывает данная броня. Также у нас много локаций. Красивая локация такая. Посмотрим. Интересно. Вернемся дальше. Это все у нас двор, стены и многое другое. Также вернемся еще один двор у нас. Еще три вещи, которые нам предлагают в этом событии выбить с полей. Это браслет, согревающий. Раз в некоторое время запускают снаряды в самого дальнего и самого ближнего бойца. Снаряды наносят 150 тысяч химического урона всем бойцам противника в небольшой области. Взрывы снарядов ослепляют бойцов противника на 5 секунд. Ослепленные бойцы промахиваются с вероятностью 60%. Интересная штука. Для того, чтобы нейтрализовать арахнида, дать ему ослепление в 60%. Если там не будет зимной брони на нем, которая будет снимать все негативные эффекты. Или будет просто блок на негативные эффекты на 5-6 секунд. А так, химический урон. Если мы перемножим примерно на 2,5 данную цифру, то около 350 тысяч урона химического должно быть на 2 бойцов. Делим на 2, опять же, это выходит в красном. Я имею ввиду, это будет около 175 тысяч урона каждому бойцу. Но главное, это, конечно, ослепление, которое пойдет бойцам, особенно дальнему бойцу. Ближник, это у нас в основном ликвидатор. Он в броне оглушительный концерт, и он ее будет снимать всегда. Да, в большей части. А вот арахнид, возможно, те, кто использует скафандр, с них не будет спадать. Это интересный браслет. Устройство регулятора отопления. Раз в некоторое время, когда здоровье бойца опускается до 30%, боец получает щит, блокирующий 55% физического урона в течение 4 секунд. С шансов 25% при блокировании урона боец сможет нанести увечья, нанесшим этот урон противнику. Его максимальный запас здоровья сражается на 20% на время действия увечья. Увечья может длиться до конца боя. Вот это уже хорошо. На противника нельзя наложить больше одного эффекта увечья. Каждые 3 секунды поец пытается снять себя увечья с шансом 40%. И если он не снимается, он оглушается на 1 секунду. Ну, я могу сказать, что это альтернатива рюкзаку, который в кэшбэке. И данное устройство, можно сказать, что его вообще можно поставить ликвидатору. Попробовать, по крайней мере, с этим побегать. Посмотреть, какие цифры в красном будут у нас. Но в любом случае, данное устройство выглядит очень интересно и мощно. Потому что, когда блокируется 50% физического урона, это круто. И биопушка. Обморожение. Раз в некоторое время запрещает реанимировать случайно умершего бойца противника в течение 4 секунд. Неплохо. За любой наложенный бойцом запрет реанимировать на бойце противника знание химии хозяина биопушки увеличится на 10% на 5 секунд. Раз в некоторое время, боец наносит 75 тысяч плюс бонус от знания химии химического урона трем случайным бойцам противника. На данный момент у нас 2 пушки есть. Та, которая вместо звезды отправляет 4 снаряда разного цвета. И та, которая отправляет самого дальнего бойца в сон. И рядом стоящих. И я бы сказал то, что биопушка, биопушку надо тестировать данную. Она, конечно, интересна, потому что блокирует реанимацию. Но на данный момент, лично у меня, есть 2 биопушки. И третью биопушку я просто не знаю, как вводить в состав. И нужна ли она вообще на данный момент. Но можно временно ее отправить на склад. Сам рейд у нас это Ризаки. Как вы видите, я уже немного тут пооткрывал. Выбил уникальное спецсредство. Раз в некоторое время, когда погибает боец из любой команды, хозяин спецсредства накладывает заряд. Когда накопится 3 заряда, боец реанимирует союзников с 15% здоровьем. И наложит на него щит, блокирующий 3 любые атаки. Хороший СС. Для тех, кто на начальных уровнях, к примеру. Но отряды у них на 6 бойцов. То есть это 9 КЦ. Использовать данное спецсредство очень интересно. Также можно использовать его вместе с шкатулкой мертвецов. И там будет очень интересно, как будет данный эффект работать. И сработает ли он при работе шкатулки, когда умирают бойцы. Когда после того, как мы их подняли. Поднимется ли еще один боец. Благодаря этому спецсредству. Которое даст как раз нашему бойцу 3 заряда подряд. По крайней мере его я сразу же на склад не буду отправлять. Также нам подвезли еще один новый комплект. Очередной комплект. Это томогавк. По дизайну он очень прикольный. 6 предметов. Раз в некоторое время во всех бойцов противника метаются энергетические томогавки. Все задетые бойцы получают химический урон равный 8% от их максимального запаса здоровья за каждого бойца противника на поле боя. Все задетые бойцы. То есть есть шанс, что кого-то не заденет. Окей. Томогавк ворует у всех задетых топорами бойцов противника 15% урона и физической и химической защиты на 6 секунд. Интересно. Ворует, то есть это добавляет нам здоровья и урон. То есть я как понимаю это альтернатива глубоко уважаемому факелу, который мы давным-давно использовали. Дальше. Максимум 16 эффектов. Интересно. Также томогавк восстанавливает 5% здоровья за каждого задетого энергетическим томогавком бойца противника. Все задетые энергетическими томогавками бойцы противника помечаются клеймом и не могут восстановить здоровье в течение 6 секунд. Вот это уже мощно, когда не могут восстановить бойцы здоровье, особенно танки. Если там он прошел в тот момент, когда уже сработал концерт и на него можно накладывать эффекты, к примеру, на танка, ликвидатора или другого тамплиера, к примеру, то данная опция даст вам возможность просто завалить танка за эти 6 секунд, если получится, конечно. Если боец противника с клеймом умирает, время перезарядки энергетических томогавков уменьшается на 1 секунду. За каждого задетого энергетическим томогавком бойца противника у всех союзных бойцов увеличится максимальное здоровье на 10% на 6 секунд. С одной стороны он очень даже прикольный, данный сет, он выбивается в бункере, но, опять же, он не альтернатива ликвидатору, то есть ликвидатор на данный момент я, после прочитанного, я оставлю ликвидатора главным танком, хотя сам комплект томогавка выглядит очень интересно, особенно с блокированием здоровья. Жаль, что его нету в сборке на 4 части, тогда это было бы совсем хорошо, можно было бы какому-нибудь танко-химику сделать, типа Мира Фантома, только альтернатива Мира Фантому, другую, еще дополнительно Химика, и так играть дальше. Также у нас подъехал хипстер, бродячий торговец с спецсредствами и шпионский рынок. Давайте рассмотрим заодно автолавку. Малый айсберг устройств, когда бойц получает негативный эффект, шансом 25% он может восстановить себе и всем союзным бойцам в небольшом радиусе вокруг себя 7% от максимального здоровья. Топовое спецсредство с прошлого кэшбэка, замораживающая мина, то есть это одна из самых больших проблем для тех, кто играет без нее. И одно из спецсредств, которое используют все игроки, у кого оно есть, оно замораживает трех бойцов и дает дополнительный урон и многое другое. Вот это спецсредство надо выбирать. Походный набор каньоны. Раз в некоторое время на случайного бойца противника накладывается паралич длительностью 2 секунды он не может двигаться и получает на 20% больше урона. Хороший походный набор, если он несложно будет выбиваться, то есть не с самого последнего ящика, то опять же его надо выбить. Дальше. Хауческий электроприбор. Электризует трех случайных бойцов противника, приоритет на химики. Каждый раз, когда хозяин спецсредства или союзный боец электризует бойца противника, на случайного союзного бойца накладывается восстановление. С него снимается случайный отрицательный эффект и он восстанавливает 250 тысяч здоровья. Также у него увеличивается урон на 20% и здоровье на 30% на 4 секунды. Эффект срабатывает не чаще, чем раз в одну секунду. Интересное спецсредство. Его надо тестировать. Потому что снятие негативных эффектов это всегда хорошо, потому что сейчас очень-очень много дебафов. Проект Громовержец. Вокруг хозяина спецсредства воздух начинает электризовываться. Каждую секунду в течение 5 секунд случайного бойца противника ударяет за разряд тока, наносящий ему урон равный 8% от его максимального здоровья. И с 20% шансов электризует его. Каждый раз, когда на электризованный боец будет использовать способности, он будет оглушаться на 1 секунду, длительность 5 секунд. Ну, среднее спецсредство. Я даже не знаю, куда его добавить и вообще стоит ли его добавлять в отряд. По крайней мере, я его лично не советую. Поиск мгновенного охлаждения. Боец окружает себя холодным барьером в течение 7 секунд. У всех бойцов, атакующих бойца под барьером, снижается скорость атаки на 20%, максимум 3 эффекта. Увеличивается время перезарядки способности оружия и спецсредства на 1 секунду. Раз в некоторое время, когда боец под барьером получает 5 атак по барьеру, он наносит случайному бойцу противника 150 тысяч химического урона и пугает его на 2 секунды. Интересное спецсредство, но барьер не настолько долгий и на 7 секунд. И он не снижает так мощно атаки, на которые идут бойца. Конечно, я бы предпочел данному спецсредству телохранитель, который есть. Спецсредство, оно получше выглядит, чем данное. Хладагент, как вы видите, у меня оно выбито было, замораживает случайного бойца противника в это время. Заморозка всегда хорошо, как я уже говорил, то есть это мина и хладагент. Это очень хорошие два спецсредства. И я советую их обязательно добавлять в свой отряд. Хладагент надо ставить обязательно на того, кто может жить подольше. То есть не падает и в этом случае он выдает свой максимум и замораживает максимально много людей. В этом случае после третьего заряда он морозит трех противников. То есть хладагент это мягкая версия замораживающей мины. Я бы назвал так. Незаконченная микстура. Часто я вижу у многих игроков на 11-м КЦ. У всех союзных бойцов увеличивается здоровье на 20% в течение первых 15 секунд боя. По окончанию эффекта все бойцы противника получают 175 тысяч химического урона. То есть если там, к примеру, живо, не знаю, 5 бойцов, то очень маленькое количество урона там будет. То есть это 35 тысяч урона каждому бойцу. Но вот увеличение здоровья своих бойцов это всегда хорошо. Причем максимальное здоровье, когда увеличивается, это уже большая польза для отряда. Хотя я, опять же, ну я не знаю куда это добавить, к примеру. Я не добавлю в отряд на 6 или на 8, еще надо думать. Морфей погружает в сон бойца противника с наибольшим уроном. Он не может атаковать и использовать способности в течение 5 секунд. На данный момент, по большей части, самый большой урон на 11-м КЦ. Это у ликвидатора от 100 до 120, даже со 30 тысяч. Я видел, у некоторых разогнан он. Он сон снимет себя как улучшительным концептом, когда у него будет критическое здоровье. Также время перезарядки всех способностей увеличено на 5 секунд. Опять же, это тоже снимется. То есть я уже дальше даже читать не буду. Это проходное СС на данный момент. Самый большой урон у нас у ликвидатора. И с ним ничего он не сделает. К этому моменту это все. Большое спасибо за то, что досмотрели до конца видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем хорошего дня и с наступающим. Субтитры сделал DimaTorzok